Один еще аспект, важнейший аспект современной геополитики. Это вопросы фундаментальной науки, предладных исследований, которые могут оказать серьезное влияние на развитие мировых событий и которые будут определять развитие мира в дальнейшем. Вот. Значит, естественно, все эти вещи сейчас скрыть нельзя, но я останусь наиболее важных и наиболее, на мой взгляд, интересных. Для начала надо разобраться, как работает наука. Вот, посмотрите. Исходно мы имеем какие-то существующие теоретические представления. Как должно быть. Но практика, эксперимент, опыт начинает подкидывать факты, которые в эту схему не вписываются. Ну, к примеру, классический пример, когда классическая механика, предполагающая описывать электрон в виде маленькой частички, которая крутится вокруг протона ядра, столкнулась с тем, что электрон давал дискретные уровни энергетические, дискретность, а теория говорила о том, что этого быть не должно. Вот из стыка вот этого противоречия родилась квантовая механика. Это вот первый такой путь. Второй путь – это практика текущая. Идет разное накопление фактов. Затем эти факты не находят никакого реального теоретического объяснения. Начинают работать люди. Эйнштейн берет свой высокий лоб в две руки, и у него рождается осмысление. И что рождается? В первую очередь начинает осмысляться и пониматься, в чём состоит научное противоречие. Вот это очень сложная проблема. В чём состоит научное противоречие? Потому что из разрозненных фактов, не находящихся вот этого теоретического осмысления, или вот в этих вещах, выделить научное противоречие сложно. Как только выложил и выявил научное противоречие, уже сразу это половина решения проблемы. И вот когда найдено научное противоречие, тогда формулируется проблема. Научное проблема, которое состоит в том, что нужно ещё грамотно сформулировать, что сделать нужно в разрешении вот этого научного противоречия. Вот, к примеру, с тем же электроном в начале XX века. Есть дискретные уровни, а теория показывает, что этого быть не должно. В чём состояло научное противоречие? Научное противоречие состояло в том, что существующие методы исследования электрона не соответствуют тем фактам, которые исследуются на практике. Отсюда вытекала научная проблема. Создать качественно новые теоретические и мировоззренческие установки для того, чтобы разрешить и объяснить вот эту вот вещь. Вот этот вариант. Было так называемое известно красное смещение Меркурия в короне Солнца. Никак его нельзя было объяснить, его быть в принципе не должно. Оно отличалось от теоретического. Какого-то теоретического смесления, хоть какого-то, хоть близкого этому не было найдено. Возникло научное противоречие, которое заключалось в том, что этого отклонения быть не должно, а оно есть. Вопрос противоречия между пониманием мироздания и известным фактом. Как с детства этого родилась научная проблема. Изменить научное мировоззрение для того, чтобы разрешить эту проблему. Родилась общая теория относительности Эйнштейна, которая это объяснила. Через, как известно, использование понятия математического аппарата Римяного пространства. Искривлённого пространства. Римяного пространства. Пространства Римана-Лобачевского. Как происходит накопление этих знаний? Как происходит формирование связь научного исследования, начиная с этой практики всего этого, вот этих всех вещей, с научной проблемы, до достижения технологического прореза. Сначала происходит накопление этих знаний. Разрешение поставок противоречий, возникновение, формирование научных проблем, разрешение этих проблем. В итоге накопление большого числа знаний, происходит обобщение этих знаний, их осмысление на качественно новом нервозенческом уровне, в результате которого происходит прорыв. Причём вот эти знания, как правило, накапливаются в разных сферах. Они, будучи онтологически, то есть по содержательному части, отличны друг от друга, но по функционалу, то есть по существу процессов, они сходны. И вот какой-то гениальный человек осмысливает большой спектр вот этих знаний и совершает научный прорыв, следствием которого рождается вот эта объединительная теория, которая охватывает и объясняет разнообразные процессы, но с единых позиций. Ну, примером таких вот объединительной теории является общая теория относительности Эйнштейна и квантовая механика, которая существует до сих пор. Вот этот гений, который совершает вот этот прорыв и создаёт основу объединительной теории, он задаёт мировоззрение, науки на многие десятилетия, а вообще-то и столетия. Их можно перечислить по пальцам. Платон, Аристотель, Ньютон, Эйнштейн, Планк. Дальше все Дирок, Бор, все остальные, они просто развивали то, что сделали эти люди. Но до конца эти люди не дошли. Планк так и не смог интегрировать квантовую механику со теорией общей и специальной теории относительности, а Эйнштейн пытался сделать ту же самую работу со своей стороны, и у него тоже ничего не получилось. Потому что два подхода, квантовый и геометрический, квантовая теория относительности Эйнштейна, это классическая геометрическая теория, то есть описывающая мир в виде различных форм, конфигурации пространства, они так и не были найдены. И с момента, вот уже более ста лет создания этих теорий, этих гениев, те проблемы, которые они оставили после себя, так и остались неразрешенными. В частности, до сих пор не решена проблема, что первично, искривленное пространство является первичным, а вещество – это и есть искривленное пространство. Либо наоборот, вещество искривляет пространство. Вот такие вещи. Это принципиальный вопрос. Рождается вот эта самая объединительная теория и совершенная гениев. Далее эта теория начинает развиваться. Рождаются все ветви, вот эти все. Ну, к примеру, вот написал уравнение электромагнитного поля Великий Максвелл. И вот все вот эти вот электрические вещи, которые мы сейчас имеем здесь вокруг нас, это всего-навсего результат нескольких дифференциальных уравнений, описывающих электромагнитное поле. Все наши микрочипы, чипы и не очень микрочипы, это все результат тех уравнений, которые написал Планк. Никто не ушел из этой философии и мировоззрения. Да, и усложняли, добавляли всякие там дополнительные члены в это самое уравнение, так сказать, переписывали его в другом виде. Но все равно это все было исходно одно и то же. Мировоззрение было квантово-корпускулярное, и никто от этого не ушел до сих пор. Но эти новые теории поформируют новые возможности. И вот эти новые возможности уже воплощаются в конкретные технологические прорывы. Вот такой механизм. От проблемы до технологического прорыва. Для чего это я говорю? Потому что, когда мы начинаем говорить о том, каким будет мир, отталкиваясь от современных фундаментальных проблем, нужно осмыслить вот всю эту цепочку. И то, что я вам рассказывать буду, я, конечно, не буду про следующую цепочку, я буду говорить уже о конечном результате. Теперь важный момент еще один. Мы все говорим, что есть оружие. Вот, например, харп – это оружие, климатическое оружие, геофизическое оружие, ну и так далее, и так далее, и так далее. Значит, надо четко разделить две вещи. Есть понятие средство воздействия, а есть оружие. Чем отличается средство воздействия от оружия? Средство воздействия, оно может изменять развитие процесса. Но спрогнозировать, к чему приведет вот это изменение процесса, в современной методологии не представляется возможным. Пример. Насколько надежно прогнозирует погоду наше бюро? Ну, в реальности на 2-3 дня надежно. На 2-3 дня вперед, не больше, а то и меньше. Когда мы говорим об изменении климата посредством мощных воздействий на ионосферу, там еще каким-то образом, речь идет об изменении динамики природы, климата, не климата, а погоды образования, с прогнозом на месяц, 2-3. Сделать это сегодняшний метод невозможно. В итоге что получается? Шарахнул я харпом по ионосфере. Там пошли процессы. Куда они пошли, я не знаю. Итог. У меня ураган Катрина, который снес Новый Орлеан. Весело, да? После чего харп перестали активно запускать в ход. На всякий случай. Поэтому вот харп – это не оружие, это пока еще средство воздействия. Ну, представьте себе, у вас пистолет. Вы... Я сейчас стрельну, но я не знаю, куда пуля полетит. Может, мне в лоб. Это оружие? Нет, это не оружие. Оружие тогда, когда я точно знаю, куда оно полетит. Но если я создал эффективную теорию процесса, развитие вот этого воздействия, и смог точно с использованием вот этой теории рассчитать, чему приведет мое воздействие, то вот это вот средство воздействия превращается в оружие. Поскольку получается точная техника управления. Таким образом, когда мы говорим о теории того или иного явления, это не просто блажь. Это тот инструмент, который является ядром любого оружия. Понимаете? Ядром любого оружия. Ну, не считая, конечно, если речь не идет о примитивном ноже, который взял и воткнул в кусок мяса. Тут особой теории не нужно, хотя тут уже есть своя теория. Но, тем не менее, когда речь идет о мощнейших новых средствах массового воздействия, то вот эта вещь. А теперь поговорим о том, какие сейчас существуют проблемы в фундаментальной науке. Ну, первая, говорит Парем, фундаментальная проблема. Вот здесь одна из важнейших – философская, мировоззренческая. Ну-ка, какая интересная она. Помните, о чем мы говорили? О чем сейчас идут споры? Вообще везде. Вот вы на быту с людьми разговариваете. Одни говорят, да ну, бросьте вы, никакого духа нет, он все материален, и все это чепуха сначала материален. А все это и есть дух или материя? Да. Другой говорит, нет, и что, дух есть? Вот он, дух летает. И этот дух определяет все. Это мировоззренческая позиция, характерная, по сути дела, и сформировавшаяся несколько тысячелетий тому назад и пока не измененная. А в информационном обществе пришло время переосмыслить вот это явление. Вторая – антологические проблемы. Сегодня стандартная модель известна, однако большой антронный коллайдер говорит, нет, целый ряд явлений и процессов там не объясняет. Да и другое, я могу сказать. У всех у нас, так или иначе, есть определенные предвидения, причем совершенно не связанные с текущим событием. Вот у меня лично было такое событие. Выруливаю, у меня в голове вдруг не с того на ровном месте возникает мысль, я еду на машине. Вот мне сейчас позвонят на интервью, мне должны позвонить, а что я буду делать, если вдруг меня гаишник остановит? То есть я нигде ничего не нарушаю, я спокойно еду. Пречувствие. Проходит пять минут, я даю интервью, меня останавливает гаишник. То есть у каждого есть вот такие вот предчувствия. У кого-то краткосрочные, у кого-то долгосрочные. То есть так или иначе вот эти вопросы, вот такие предчувствия, они не решены. До сих пор не решены простые такие вот очень простые вопросы. Ну, например, кто мне скажет, что такое воля? И каков ее механизм? Никто не скажет по-настоящему, кроме как вот я хочу и все. Или еще что-нибудь такое. Или может и выдержку из какой-нибудь там зороастры на уровне, так сказать, трехтысячелетней давности. Это серьезный вопрос. Потому что с этим напрямую связано понятие параллельных миров, например. Все говорят, что это экзотика. А это ведь, между прочим, тривиальная вещь. Если есть альтернативные варианты развития мира, то, значит, и есть параллельные миры. А куда деться-то? Так что вот тут это интересно. Далее. Проблема теории интеллекта. Сегодня все говорят об искусственном интеллекте. И представление о том, как он работает, он механистический. Сегодня фактический интеллект, представление о работе интеллекта сводится к моделированию этого интеллекта как компьютерной системы. Даже вот нейронные сети, так называемые, это, по сути дела, комплексы микропроцессоров, не более того. А как работает реальный интеллект, пока мало кто знает. Поэтому, а это очень важные вещи. Потому что если мы решим проблему, как работает реальный интеллект, мы сможем реально создать теорию психотронных воздействий. Все, наверное, слышали о том, что, например, гениальный в кавычках Илон Маск собирается, значит, всадить каждому по чипу, чтобы этот чип, значит, управлял сознанием. Но этот Маск забывает одну простую вещь. Что вот даже известная вещь, что если человек оказался парализованным, и у него какая-то часть мозга вышла из строя, в результате даже простейшего инсульта, то после определенных тренировок, ну, если не сильно серьезное поражение, это все восстанавливается. А что это означает восстанавливаться? Значит, мозг перестраивает всю свою систему работы, и те части мозга, которые были, так сказать, остались работоспособные, они наберут на себя функции тех частей мозга, которые оказались разрушенными. И это постоянно происходит. То есть там нет фиксированной зоны, на которую воздействию можно что-то сделать. Сегодня я воздействовал на эту зону, вставивши чип, у меня начала дергаться правая нога, завтра мне стали воздействовать на эту же часть мозга, у меня стали искорки перед глазами появляться. Условно говоря, такой пример. Вот о чем идет речь. Если не будет создана теория интеллекта, тогда невозможно быть полноценные управляющие психофизические воздействия. Теперь прикладные проблемы. Опять-таки, философско-метологические проблемы. Значит, здесь, говоря о философско-метологическом направлении среди прикладных проблем, ключевой вопросом сегодня является – это разработка методов модернирования геофизических процессов. Ну, простейшие геофизические процессы, они очевидны. Есть такие, которые не требуют особой разработки. Ну, например, там 150 мегатонн заряд, долбанули по сарматам, по елоустону, он взорвался, это мы можем спрогнозировать. Если не хватило 150 тонн одного сармата, добавим второй, не хватило второго, третий, надо будет четвертый, в конце концов, он рванет. И в итоге, значит, мы решим свою задачу уничтожения Штатов и вообще континента североамериканского. Условно говоря. Это простейшее. А вот другие есть вещи. Ну, например, я хочу организовать засуху в каком-то районе. Как мне это сделать? Мне нужно посчитать. А методов нету надежных сегодня. Нету таких серьезных методов. Как это воздействовать? Это целая большая серьезная проблема. Не только это. Даже вот те системы, которые мы сегодня строим, у нас медицинские, электронная медицина, на чем построены? Это массы данных, которые накапливаются. И на основе так называемых интерполяционных методов выбирается метод лечения тех или иных болезней. А у каждого человека по-разному все. А для того, чтобы обеспечить… То есть наша медицина, современная, вообще мировая медицина, не только наша, вся медицина, это работает на уровне, скажем так, начала XX века, до того, как создана квантовая теория, до того, как создана теория поля Максвелла, электромагнитного поля, на уровне лампы Яблочкова, лампочки Ильича, 220 подали, понятно, нагрелось, оно заработало. Вот на таком уровне. А для того, чтобы получить компьютер или еще что-то, нужно выполнять мощнейшие расчеты. Расчеты с использованием теории. А вот этой теории для медицины сейчас нет. А для того, чтобы построить эту теорию, что надо сделать? Надо суметь математически описать живой человеческий организм, причем на уровне метаболических процессов клетки. Ничего этого пока нет, даже представление, как это сделать. А если это будет решено, то следствием будет не только возможность лечения болезни и радикального продления жизни, но и, в принципе, решение проблемы физического бессмертия в виде вечной юности. Вы, наверное, доживете. Потому что об этом направлении сейчас ведется. Во всяком случае, если так судить по сообщениям разных источников, в частности, наших, там, с кулачев, там вот такие, они работают очень активно в этом направлении. Но, опять-таки, пока работа ведется на уровне лампочки яблочково. Основное направление является онтологическим, не методологическим. Но это, опять-таки, совершенствование методов в генной инженерии, изучение процессов прохождения пучков электромагнитного поля высокой энергии через атмосферу, создание электромагнитных генераторов – это уже другие вещи, которые касаются уже конкретных систем оружия и боеприпасов качественно нового типа, которые составляют так называемое оружие на новых физических принципах. Вот, если говорить так, какие есть проблемы сегодня в фундаментальной новой, касающейся развития вооружения и военного дела в целом, ну и общества в целом, вот они такие есть. А теперь пройдемся по некоторым из них вот это вот. Начнем с него. О чем идет речь? Абсолютизация материализма порождает экономизм. Это вульгарно-материалистическое мировоззрение. Духовное мировоззрение отрицает вульгарно-материалистическое мировоззрение и образует между ним противоречие и конфликт. А информационная сфера висит в стороне. Она ни с этим не стыкуется, ни с этим не стыкуется. Интересно, да? Ответ в основном в вопросе философии. Известно материализм, идеализм. Вот есть такой вариант дуализм, когда говорится о том, что да, есть материальное, а есть духовное. И они оба сосуществуют. Но это дуализм. Он ничего не объясняет. Куда интереснее вот этот подход, когда речь идет о фундаментальной неразделимости духовного и материального. Что такое дух? Даже если брать по религиозным представлениям. Если исследовать тем представлениям, которые говорят теологи, то мы можем понять, что дух так или иначе имеет какой-то определенный конкретный носитель. Потому что если нет у этого носителя, то и нет информации, где она может находиться. Неважно, это может какой-то полевой носитель быть. Ну, естественно, полевой, раз я имею в виду речь о духе. И материальное. А вот простая вещь. Связи материального и духовного. Вы знаете, чем отличается, что, скажем так, что, скажем, алмаз и графит – это, собственно говоря, одно и то же вещество. В чем отличие? Отличие только в структуре. Алмаз – это объемная графическая структура, а графит – это послойная структурка. Все, да, васева. Что такое структура? Да, структура – это есть не что иное, как… Кристаллическая решетка. Нет. Это информационное содержание вещества. Обобщение надо выше. Компьютер. У него есть одна программа, он одно дает. У него другая программа, он другое дает. Понимаете, о чем идет речь? Вот о чем идет речь. То есть они неразделимы. И вот это вот прорыв, который должен закладывать новые представления о мироздании. Поехали дальше. С этим связано, опять же, цели развития общества. Две модели рыночные. Мировоззрение. Это мировоззрение. Можно заклинать что угодно в отношении Силуанова. Он может добить себя в грудь и быть твердо убежденным, что он человек, который развивает Россию. И не только он. Все люди с мир. Но так и иначе они везде рассуждают с позицией извлечения максимальной прибыли. А максимальная прибыль отдельно взятого предприятия, корпорации приводит к дисбалансам и кризисам между этими корпорациями, между государствами и, как следствие, войны и конфликты. А мы говорим о балансовой экономике, где нет прибыли. Вообще понятие прибыли. В итоге строго согласовано потребление, производство. И внутри по схеме потребления и производства все согласовано. А если все согласовано, то нет проблемы дисбалансов и кризисов. Как следствие, бесконфликтное и согласованное развитие. Когда мы сообразно изменяющимся потребностям меняем соответствующие производственные мощности. Это, кстати, связано опять же с этой вещью. Это интервью и мировоззрительная позиция. Дальше что пошли? Ну, про принципы функционирования в социалистическом обществе останавливаться не буду. Мы уже с вами на эту тему говорили. Но это то самое будущее, которое должно быть положено в основу нашего российского общества. И хочу заметить, единственная страна в мире, которая имеет такой опыт и балансового развития, и опоры на эти вещи. Это Советский Союз, то бишь Россия. Именно поэтому вот эта база является основой того, которая сейчас подойдет как мистическая предопределенность. Она вполне конкретна и реальна. Того, что именно Россия будет задавать тон развития цивилизации в будущем. Потому что только наша Россия вот это имеет опыт. Другие такого опыта не имеют. Даже Китай, поскольку его социализм имеет иной характер. У них в Китае вот это и вот это образовали дикий какой-то гибрид. Вот в чем соль. Это, кстати, привело к катастрофе. Кстати, именно вот этот гибрид после 1965 года и привел к катастрофе Советский Союз. Это концептуальная причина катастрофы Советского Союза. Ну, в принципе, построение его социалистического общества тоже не будем так вдаваться. Но сейчас, учитывая время, я лучше дальше перейду. Мы об этом говорили. Единственный источник о власти. Вот единственные принципы, которые подчеркивают. Разделение функциональной и территориальной ветвей управления. То есть, должны быть территориальные управления и должны быть жестко проходящие сверху донесу функциональные сети. Ну, там, к примеру, машиностроение, еще чего-то. Ну, такие вещи. Вот важный принцип еще. Принцип соответствия приоритета развития общества и профессиональной принадлежности главы исполнительной власти страны. То есть, если мы ведем крупномасштабную войну, то страной должен управлять военный. Если мы ведем в качестве главной задачи возрождение тяжелой промышленности и прорывных технологий, значит, страной должен быть человек, который имеет к этому отношение, имеет опыт всего этого дела, он это понимает. Вот и все. Важный еще принцип разделения кадровых и организационных полномочий исполнительной власти. Не должно быть, чтобы руководитель, скажем, какого-то предприятия был господином над своими подчиненными. Это человек-организатор. А кадровые и организационные вопросы должны все-таки решаться другими органами и другими структурами. Но это отступление. Большое это и не принципиальное. Другой вопрос. Создание единой теории поля. Значит, если будет создана единая теория поля, на которой сеток сейчас ищут ее, которые пытаются ее разрешить, то хочу заметить, что это будет прорыв такой же, который был совершен с созданием квантовой теории, теории относительности и теории электромагнитного поля. Как вы помните, до начала 20-го века никто не говорил ни о каком информационном пространстве, ни о чем другом речь не шла. Шла речь о простейшем еще. Паровая машина, дизель. Ну, паровая трубина появилась. И все. Были простейшие электрические устройства. Значит, новый прорыв, вот эта все электроника, компьютеры, стало возможным лишь созданием теории, которая описывает механизм создания вот этого всего и прогнозирования действий по созданию тех или иных систем. Вот когда появится вот эта новая качественная теория, то совершится такой же рывок. В энергетическом отношении это будет рывок аналогичный тому, который был от угля и парок ядерной энергии. Вот такой же рывок от ядерной энергии к чему-то более высокому будет совершен после создания новой теории. Какой теории? Не знаю. Что там будет? Ну, какие-то новые представления будут. О мире, принципиально отличающейся от тех, которые существуют сегодня. Оружие появится такое, в сравнении с которыми ядерная бомба покажется просто детской хлопушкой. Ну, как в сравнении с ядерной бомбой обычный, даже мощный боеприпас обычного взрывчатки, тоже детская хлопушка. Вот то же самое будет здесь. Чельство обретет такую мощь, что если оно неразумно его применит, то оно погубит и планету, и себя. И вот тут стоит вопрос об ответственности научного сообщества за применение его труда. Раньше, ну, хорошо, сделал я новый снаряд. Этот снаряд стали в массовом порядке выпускать и применять куда хотят. Это было не так катастрофично. Уже Оппенгеймер, увидевший применение своей ядерной бомбы, проклял свое творение и жалел, что он ее сделал. Но новое будет намного страшнее. Поэтому вот то же самое касается и биологии. Теория интеллекта. Инфролект – это способность к себе восприятию, накоплению, преобразованию, хранению информации. Не более того. Все на все. Если с этой точки зрения смотреть, то что мы получаем? Вот есть интеллект человека. А если с этой точки зрения понимания интеллекта мы посмотрим на вот этот компьютер, то там тоже самое есть. Значит, там есть тоже свой определенный интеллект. Посмотрим на нашу собачку, моего Лелика. Там тоже есть интеллект, причем очень конкретный интеллект. У него он другой интеллект, не такой, как у нас. Но он есть. И тут никуда не денешься. И это не просто там простейшие рефлексы, как некоторые хотят представить. Это нормальный интеллект, но на своем уровне там что-то соображает. Но вот эти все интеллекты, они объединяются. И возникает интеллект сложных координационно-технических систем. Ну, например, киберпространство. Вы включаетесь туда, вы вбрасываете свою информацию, вы читаете чужую информацию, она вас модифицирует. Возникает новый качественно способ, новые свойства. То есть вот этой сети или там даже какой-то группы интеллектуальной, внутри которой вы находитесь, эта группа обладатель начинает своим интеллектом, качественно отличающегося от членов этой группы. Вот это принципиально. Берем биологические системы, биосферные системы Земли. Та же самая картина. Поднимаемся на более высокий уровень. И тогда у нас рождается понимание интеллекта биосферы Земли. То, что называется ноосфера Вернадского. И тут нет никакой мистики. Что где-то там, чье-то там сознание. Чепуха полнейшая. Это естественный процесс. Это признание интеллекта биосферы Земли. Это прямое следствие, прямое следствие признания системности мира. Ни больше, ни меньше. И прямо вытекает из представления о теориях сложных систем. Ну так. И вот когда мы сумеем все это изучить, то мы сможем вот этим всем управлять. Когда мы говорим о интеллекте биосферы Земли, то очень часто вот эти изменения, которые происходят сегодня из погоды и со всеми, связаны как раз быть как обратная реакция. Ну и наконец, когда мы говорим о методах геофизического воздействия, то вот я здесь показал, я уже об этом говорил. Значит, вот если мы можем прогнозировать негативные геофизические явления, землетрясения, там все прочее, то мы сможем разобраться с технологией воздействия на геофизику Земли, тогда мы сможем и прогнозировать негативные геофизические воздействия, если мы сможем точно просчитывать все это, создать эту теорию, которая до сих пор не существует, как и создать систему геофизического оружия. Ну и именно тонкого воздействия. То есть когда мы небольшой по интенсивности силой, не таким прямым ядерным ударом, будем способны вызывать какие-то серьезные землетрясения. Пока этого нету. То же самое и о климатообразовании. Если мы не имеем возможности сегодня прогнозировать последствия наших воздействий на атмосферу, на достаточно длительную перспективу, то мы ничего сделать не можем. Я уже об этом говорил, но когда это будет сделано, то мы сможем как формировать благоприятные климатические условия в регионах, прекратятся все эти ураганы непланируемые, затопления и все прочее, так и создавать системы климатического оружия, когда все эти ураганы и землетрясения, не землетрясения, прошу прощения, затопления будем искусственно создавать. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok